Истории предстоящего праздника, временам формирования в Ярославле народного ополчения, объединившего Русь против врага, посвящена наша сегодняшняя страничка рубрики «Я история». В начале ноября 1612 года Москва была очищена от польских интервентов силами народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. В этой победе над Речью Посполитой Ярославль сыграл далеко не последнюю роль. Первоначально Пожарский, выйдя с войсками из Нижнего, планировал подойти к Первопрестольной через Суздаль, но поменял планы и, освободив Ярославль, в марте 1612 года вошел в город, который еще носил следы осады польских шляхтичей и воровских казаков Лжедмитрия I в мае 1609 года. В честь освобождения Ярославля от иноземцев был заложен женский монастырь иконы Казанской Божьей Матери. Пожарский, привыв с ополчением в Ярославль, рассылает по городам и весям грамоты присылать в Ярославль изо всяких чинов человека по два для организации Совета всей земли, то есть общерусского правительства. Город на Волге становится временной столицей московского государства. Здесь издаются указы, чеканится монета, налажено производство холодного оружия, копий, пик и бердышей. Кстати, именно ярославцам приписывают знаменитую фразу «Панам на Москве и во всех городах не быть». Второе ополчение Мимина и Пожарского стояло в городе четыре месяца. Основной лагерь находился за стенами рубленого города в таборах. Сегодня на этом месте цеха завода «Красный маяк». С 15 мая, свидетельствуют источники, началась страшная эпидемия моровой язвы, которая унесла тысячи жизней. И только жесткие меры, введенные князем Пожарским, пресекли панику и массовое бегство из Ярославля ополченцев и жителей города. 27 июля 1612 года 20-тысячная войска двинулась от стен Спаса Преображенского монастыря на Москву. Поляки, получив подкрепление, власть отдавать не собирались. Начались тяжелые кровопролитные бои, закончившиеся к ноябрю полным разгромом московского гарнизона Речи Посполитой. 1 ноября по новому стилю русские войска Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина штурмом взяли Китай-город, а затем и Кремль. К 6 ноября была подписана капитуляция. Россия сбросила многолетний гнет лжецарей польской шляхты. В 1616 году в Ярославле одном из ключевых звеньев этого противостояния в память об освобождении Отечества от иноземных интервентов был основан Кириллофа на сельский мужской монастырь. А в 1997 перед святыми воротами Спасской обители в честь 385-летия выхода ополчения на Москву была возведена белокаменная часовня. С этой победой закончилось смутное время, тянувшееся без малого 15 лет. Россия отстояла православие, а с 1613 года началась новая 300-летняя история новой династии Романовых.